В Твери прошло совещание по предупреждению распространения коронавирусной инфекциям. В региональном правительстве создана рабочая группа по проведению профилактических мероприятий под председательством губернатора Игоря Рудыни. На встречу присутствовали главы муниципальных образований, главные врачи районных больниц. Тему продолжит наш корреспондент Наталья Чекет. Сейчас на территории региона в школах и детских садах введен режим дистанционного обучения. Перевод на него осуществляется по решению родителей. Во время каникул во всех учреждениях образования проведут дезинфекцию. Для предупреждения распространения инфекции ограничивается проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. Полностью исключается в них участие иностранных граждан, прибывших из стран, где зарегистрирована инфекция. Сейчас на территории Верхней Волжи предварительно подверждены два случая заболевания у жителей региона, вернувшихся из-за рубежа. Они находятся в изоляции в специальном отделе клинической больницы. Это инфекционное отделение, вместе с ними находятся их родственники, которые также имели контакт. Мы надеемся, что граждан, которые заразились предположительно этим коронавирусом, пройдет без каких-либо осложнений. В настоящее время подготовлен и утвержден план мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Определено место для госпитализации больных и лиц с подозрением на заражение. Утвержден порядок и алгоритм действия медицинских работников. Осуществляются профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия. Наша общая и главная задача – это не пропустить наших граждан, которые проживают на территории Тверской области, либо приезжающих к нам людей из других регионов, которые находились в странах с повышенной опасностью распространения коронавируса. Ну, простым языком, говоря, людей, которые приехали из-за границы, из стран, где сегодня распространяется вот эта вспышка инфекции. Ситуация обостряется, что вызывает у некоторых людей панику. Мы обратились за рекомендациями к психологу, что делать в этой ситуации и как избежать чувства тревоги. Первое, что посоветовало специалисты – это оставаться объективными к тому, что происходит. Важно в этой ситуации научиться снимать напряжение, потому что в панике очень много напряжения за счет тревоги. И здесь те способы, которые человек умеет и владеет, лучше всего использовать. Это может быть медитация, если человек хорошо владеет медитативными техниками. Это может быть прогулки на свежем воздухе. Это могут быть просто дыхания, глубокий вдох и выдох, медленные вдохи и выдохи, они помогают нам расслабляться, снимать напряжение. Психолог советовала ограничить поступление информации из различных источников, особенно от тех, которые нагнетают обстановку. Также эксперт рекомендовала, если человек начинает ощущать напряжение и страх, необходимо с кем-то поговорить и рассказать о своих переживаниях. На официальной странице ООН в Твиттере размещена информация о том, как обезопасить себя в период распространения вируса. Также там содержится информация о том, что не стоит поддаваться панике, необходимо следовать здравому смыслу. Как относятся к сложившейся ситуации жители Верхней Волжи, мы узнали на улицах Твери. Ну я нормальничек, абсолютно нет. Руки как бы я всегда мою. Я испытываю раздражение от этой паники, потому что я вижу, что много людей ее испытывает. И мне кажется, хочется сказать, остановитесь. Особой паники-то нет, но тревога, как у всех нормальных людей, наверное, есть. А паники нет. Просто надо соблюдать все, что нужно нам сделать. Как говорили, руки мыть, умываться, глаза не трогать. Министерство здравоохранения Российской Федерации подготовило перечень рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции. Прежде всего это реже посещать общественные места, пользоваться влажными дезинфицирующими салфетками, протирать ими телефоны, книги, сумки, которые были с вами в общественных местах или транспорте. В Тверской области все граждане, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, должны сообщить о месте и датах их пребывания. И возвращение в регион по телефону горячей линии. А также в течение двух недель находиться дома на самоизоляции. Субтитры создавал DimaTorzok